всем привет сегодня пятница после работы сделали закупки потому что идет подготовка к пасхи и что купили в атб сейчас акция на яйца но естественно все их видели эту акцию хорошие такие размером яйцо хорошее разве так c1 c1 написано по гривне 90 яйцо капуста подорожала все конечно к пасхи такие цены заметно возросли у них уже и мясо потекло капуста я с чеком скажу сразу так по чеку перец по очереди чтобы все по очереди перец 160 гривен на 50 гривен перчик потом апельсин апельсины маленькие но я хочу завтра если испеку то что хочу я хочу из перца трак крафтин то туда нужно апельсин апельсин мне вышел на 1190 так ранняя капуста 42 гривны килограмм по 46 95 а вот на выходных была капуста по 36 если я не ошибаюсь так и огурцы тепличные по сто тридцать семь гривен вышли три огурца на 85 гривен все купила еще львовские дрожжи львовские дрожжи 1260 второй пакет с продуктами хлеб новобаварский 1290 лаваш своя линия по 1592 купила соль соль 1350 за у как запачку за упаковку сметана так сметана 41 гривен 4180 так лимон на лимоне вот стоит цена лимон 1980 один такой большой банан бананы бананы по 69 гривен вышла на 67 гривен почти килограмм банана ну и сюда конечно вот эти же яйца в этот чек но я их показала раньше мыло на господарский хозяйственное мыло такое оно должно отбеливать 33 гривны но был еще такая одна упаковочка с одним мылом 29 и я все стояла какое купить какое лучше купила там где два мыла этот тут где два по 33 гривны за упаковку 33 90 так а молоко молоко 34 гривны вот такие вот цены чем занята с утра с утра занята приготовлением краффина который хотела приготовить нашла в интернете рецепт у блогера миллионника и решила попробовать приготовить вроде бы все остались довольны по комментариям почитала комментарии хорошие пишут что получается все и я решила тоже приготовить по ингредиентам мне показалось что вроде бы должно быть вкусно поэтому сейчас приготовлю и посмотрим что получится у меня рецепт записываю полностью и я покажу в итоге что я вообще делала с этим краффином и как у меня все получилось выставлю это видео с рецептом и покажу конечный результат но кто смотрит таких больших блогеров кулинаров тот поймет конечно откуда этот рецепт но я не буду называть ни имя ничего в общем все будет рецепт в следующем видео вышла на улицу доброе утро у меня уже утро следующего дня что я делаю замесила паску вернее не паску краффин краффин но не знаю нас такое сегодня в общем-то вчера не спокойная ночь была мы не спали до пол второго ночи сегодня утро тоже прилеты но слава богу хоть не в поселке но так в общем-то слышно громко и вчера тоже так было слышно поэтому мы такие немножко с таким найти вот настроением но пасочки печем а что делать семья дома паска впереди как праздник поэтому я же все-таки собралась печь этот краффин но никогда не работала с жидким тестом чтобы она подходила жидкая поэтому немножко мне не привычно но замесила в общем стоит еще знаете такие дрожжи у нас сейчас они не подходят вот как раньше подходили пузырями они как-то подходят но как-то непривычно общей массой и это непонятно подошло тесто не подошло но в общем непонятно опару проверила опара под но подошла а так немножко вроде бы не стали подходить в общем непонятно чуть-чуть подмесила дрожжей но так все в порядке да я вчера оплатила курсы теперь вождение у меня начинается с 15 числа взяли с меня расписку о том что я ближайшие полтора месяца не буду выезжать за границу потому что потому что они вернутся деньги значит оплатила 7000 как-то страшновато было оплачивать никаких гарантий у нас так сейчас не очень спокойно никаких гарантий они мне говорят у нас тоже никакие гарантии говорю но у вас никаких гарантий но деньги мои у вас а я без всяких гарантий но деньги без денег сижу ну в общем они не очень поняли это девочка принимала она конечно не очень была рада этим вопросом потом я еще начала спрашивать за инструктора говорит если мы там не сойдемся характерами ну в общем чтобы был адекватный чтобы не кричал но она так на меня подозрительно смотрела мужу приехала рассказала он говорит ну пусть они лучше думают что ты какая-то неадекватная и более серьезно к подбору инструктора подходят чем потом могут быть проблемы ты говорит ты платишь деньги поэтому ты имеешь право требовать ну понятно что я с них могу потребовать с меня все расписки взяли выдали только квитанцию все на том что я оплатила и везде по расписывалась то зато расписалась что я не буду уезжать потому что деньги не возвращаются зато в общем найти как госпредприятия вас всякие учреждения то гарантии никаких не дают так но заниматься они мне предложили значит или у них в автошколе в которой я проходила теорию или друг любой другой ну я поискала в общем по школам те которые более-менее в школы Харькова те которые более-менее там же они должны дать потом отписку какая-то внести меня в базу данных МВС это же теорию я могу просто выучить и сама пойти сдать ее записаться то вождения там какую-то в общем базу они должны вносить меня поэтому поэтому что нужно искать именно чтобы не просто человек учил а именно автошкола посмотрела по автошколам Харькова что есть можно те которые вносятся пол цены частями оплата частями там так написано значит сначала пол цены и потом пол цены в общем цена 11000 то есть или здесь целую 7 сразу вносишь и получаешь квитанцию или там вносишь пять с половиной и квитанцию получаешь за пять с половиной и потом еще пять с половиной ну в общем инструктора тузик тут ходит не пойму что он делает инструктор который будет попросила того который у нас теорию преподавал но он я не знаю будет или не будет и ему лично описала и в школе спрашивала он сказал 50 на 50 ему нужно сдать какие-то документы подтвердить то ли сдать непонятно если успею то буду ну а так в общем то будет какой-то другой инструктор если вдруг этот успеет уже попозже то посмотрю на своего может тому переведусь может останусь у того который есть в общем все будет по делу по ходу дела не знаю как там как это будет но как-то будет в общем вот такие дела пасочка подходит мой краффин поэтому покажу готовый результат все испекла но у меня получились не краффины а просто пасочки уже дошло дело для их украшения я сегодня сварила глазурью меня глазурью на желатине мы такую глазурью же делаем года три подряд наверное и для украшения у нас сегодня будет присыпка и сделала цветочки из маршмеллоу обычно мы украшаем просто присыпкой влада и и очень любит поэтому у нас очень обильно все присыпано присыпкой но и маршмеллоу тоже решили немножко разнообразить вид украшения маршмеллоу у нас такой был цветной он как бы от производителя идет немного скрученный по спирали и я его разрезала украсила бусинкой и получилось вот такие красивые цветочки мама пекла свою партию пасок и я пекла свою партию пасок это были мои пробные паски первый раз вообще за свою жизнь я пеку паски но как сказать не отбила конечно охоту но некий опыт в этом появился дрожжевым тестом я в принципе нормально дружу но вот с паской как-то это очень уж ответственно и я боялась но и так сказать не зря я этого боялась завтра будет тоже день пасхи и будем уже пробовать и тогда скажу какая получилась моя по вкусу мамину мы конечно знаем это ее обычный проверенный рецепт ну а мой попробуем и тогда расскажу и так как этот видео выйдет завтра то хочу вас поздравить с этим светлым днем с паской как говорят христос воскрес пусть добротой и любовью наполняются ваши сердца а в доме пусть будет благополучие достаток счастье любовь и главный мир христос воскрес пасхи не заканчиваются а вот украшения закончились и вот собственно те самые приготовления у нас есть такие маршмеллоу форме сердечек влада нарезает их на сегодня моя большая помощничка и вот такие как раз эти цветочки получились у нас со скрученного этого маршмеллоу и вот конечный результат вот такие вот красотки получились все как влада любит обсыпано все присыпкой говорит что для нее это очень аппетитно и очень вкусно ну а нам просто главное чтобы было ярко на этом заканчиваю видео всем желаю мира добра всем пока всех еще раз с праздником и до встречи в новых видео